Начальные пункты каждого заседания, внесение изменений в бюджет и отчет комитета по управлению собственностью. Заместитель главы по финансам доложила о дополнительных поступлениях в бюджет. В общей сложности это чуть более 30 миллионов рублей. Часть пойдет на повышение заработной платы бюджетников, часть на школьную форму для будущих первоклассников, погашение долгов и, что тоже не стало неожиданностью, поощрение самих себя. В связи с принятием указа президента РБ от 18 октября номер УП 309 о повышении денежного вознаграждения лиц, совмещающих госдолжности, возникла необходимость направления средств на оплату труда по администрации городского округа, Совету городского округа, финансовому управлению, контрольно-счетной палате и комиссии по делам несовершеннолетних. Объем средств 4 миллиона 2 тысячи рублей. Депутаты согласились с финансистами и повысили коэффициент платы за землю для учреждений и силовиков, пользовавшихся до последнего времени льготами, что позволит получить небольшой, но дополнительный доход в бюджет. Да, прошу голосовать. Кто за? Кто здесь? Порядок заседаний нечасто приносит неожиданности, а если они и бывают, то зачастую связаны с начальником КУМСа Борисом Вахитовым. Вот и на сегодняшнем заседании депутат от Компартии не удержался от выпадов в сторону комитета и обвинил его в неспособности вернуть сотни миллионов в бюджет, которые должны арендаторы земель и помещений. Существующие старые долги, которые там существовали, которые невозможные, о чем мы обсуждали, разбирали на уровне правительства, министерства, прокуратуры разбиралось, давно уже там все уяснено. И с этими вещами, естественно, мы до конца доведем. А на сегодняшний день долг сколько? Ну, в арендной плате. А вам текущий долг интересует? Ну, меньше двухсот миллионов. Та легкость, с которой была названа ошеломляющая сумма долга в дефицитный на сегодня бюджет Нефтекамска и которую не хотят отдавать застройщики и бизнесмены, возмутила депутата Шамсиярова. Я задаю конкретные вопросы. Не могут сыскать арендную плату, сослались на то, что это не мы виноваты, это такой договор. Не хватает средств в бюджете. Я говорю, пожалуйста, давайте будем обсуждать. Администрация, исполнительная власть говорит, вы там поработайте, я предлагаю не нам поработать, пусть власть работает, администрация, пусть разработает, изучит, несет нам на рассмотрение, всем мы обсудим и на сессии примем. Вот это я предлагаю, вот такой рабочий порядок вести. Возмущение депутата выслушали и не более того. Высказав свое мнение, он вышел за рамки регламента и получил замечание. Все, давайте здесь не будем выяснять отношения. Я внес предложение, поэтому я предлагаю его поставить на обсуждение. Следующие несколько пунктов не вызвали сомнений в их принятии. Депутату утвердили на посту общественного помощника, уполномоченного по правам ребенка в Нефтекамске, Зефину Хабибулину, занимающую должность директора коррекционной школы. Заслушали доклад о планах развития Нефтекамска и инвестиций в нашу экономику. В ближайшие годы на это планируется выделить 3 миллиарда рублей. Это и частные, и бюджетные деньги. Лилия Зайнулина назвала также нынешних лидеров экономики Нефтекамска. В прошлом году мы достигали индекс промышленного производства, достигнув превышения до кризисного уровня 107%. Поэтому мы в этом году еще будем ощущать действие так называемого эффекта высокой базы прошлого периода. Вот здесь на слайде вы видите, что почти 70% объема отгруженной продукции собственного производства у нас в городе формирует 6 крупных предприятий. И достаточно серьезное влияние оказывает Нефтекамский автозавод. Его доля составляет 23%. Количество чиновников в этом году не выросло. Было 101 на начало года, столько же и осталось. Об этом отчитался начальник отдела муниципальной службы. Последним пунктом заседания стало выступление председателя комитета по делам молодежи, который ведет борьбу со злоупотреблениями. Программа по противодействию употреблению наркотика и их незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск, в Суле Шестан, на 2010-2014 годы разработана в целях координации усилий повышения эффективности мер по противодействию злоупотреблению наркотика и их незаконному обороту. Носит межведомственный характер, поскольку указанные проблемы затрагивают сферы деятельности различных органов исполнительной власти. А основной целью программы является снижение уровня заболеваемости населения, связанных с незаконным потреблением наркотических средств. Доклад выслушали и даже похвалили. Единственный вопрос, почему сама борьба за здоровый образ жизни ведется только за стенами Дворца молодежи. А в его стенах вовсю шумит небезызвестная в городе дискотека 80-х. Я предлагаю вот это, пусть, чтобы этих пьяных не было, там можно занятия по интересам сделать. На сегодняшний день молодежи вечером некуда сходить. Я это знаю, не понаслышке, да. Поэтому я думаю просто, вот вечером кушать дискотеки будут, да, без первых напитков, коктейли, там все такое. Нет, нет, давайте не перебивайте. Надо изменить конкретно. Это бардак прямо в Дворце молодежи происходит. Вот читается красиво, да, разговоров нет, много работы. Председатель комитета пообещал свернуть доходный бизнес, хотя от аренды комитет получал в месяц 30 тысяч рублей. Ответ депутатов удовлетворил. На этом заседание и завершилось. Лилия Горитфульна, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова